Здравствуйте! Это программа «Знай наших». Программа, в которой мы говорим о героическом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Тогда, 70 лет назад, на защиту Родины и противостоянию гитлеровскому режиму встали и стар, и млад. За оружие брались подростки, женщины и старики. Немало из них впоследствии стали героями Советского Союза. Одна из них Мария Раскова, женщина-летчик. О ее подвиге и героизме мы сейчас поговорим с победителем нашей телевикторины, ветераном Александром Медведевым. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, что вам потребовалось прочесть, пересмотреть еще раз, для того, чтобы ответить на наш вопрос телевикторины? Когда я услышал по телевизору вопрос телевикторины, я сразу вспомнил. В прошлом году я составлял кроссворд, Дню Победы. Как раз у меня был один вопрос по Марине Расковой. А потом я вспомнил, что еще уже почти 60 лет с лишним назад, в школьные годы, читал книгу про перелет в Москва-Дальний Восток, как раз экипажа Грязодубовой, где была штурмом Марина Раскова. Ну, какая была эта книга, я, конечно, уже забыл. Пошел в детскую библиотеку, там с помощью работников посмотрел в интернете, самого заинтересовал этого, и нашел как раз очень много по Марине Расковой. Ну, во-первых, она родилась в 1912 году. Не так давно отмечалось, столетие со дня рождения Марины Расковой. И вот там в материалах интереса интернета я нашел как раз о ее боевом пути. В 1934 году она окончила Ленинградскую академию гражданского флота, была штурманом. В 1935 году она окончила курсы пилотов. Ну, и уже в 1938 году она начинала как штурман принимать участие в многодневных перелетах. Было два перелета на гидросамолетах, были установлены мировые рекорды. А вот основной, вот этот полет на самолете Анте «Москва-Родина» в 1938 году на экипаже Марины Валентины Грязодубовой. Валентина Грязодубова была первый пилот, Полина Осипенко второй пилот, Марина Раскова была второй пилот. Этот перелет Москва-Дальний Восток, протяженность его 6,5 тысяч почти, но по прямой 5900 километров. И вот, видимо, уже подлетая к конечной остановке, вынуждена была посадка. Валентина Грязодубова велела Расковой прыгать с парашютом. Она прыгнула в тайгу, и в течение 10 дней ее искали. Ну, когда она пробиралась, у нее всего с собой было две плитки шоколада. Поэтому 10 суток такого похода по тайге, наверное, это очень много. После этого перелета в 1938 году ей присвоили звание Героя Советского Союза. Вот как раз за этот перелет, за мужество и героизм, проявленные во время этого перелета. После этого перелета было очень много писем членам экипажа, чтобы подробнее рассказать о своих перелетах. И вот в 1939 году вышла книжка Марины Расковой, называется «Записки штурмана» в издательстве «Молодая гвардия» в Москве. Вот как раз она рассказывала. Вот, видимо, эта книга и была у нас. Потому что, я говорю, когда посмотрел в интернете эту книгу, перефотографировал, я вспомнился, действительно, где-то 60 лет назад я читал об этом перелете. Уже в 1938 году Марина Раскова служила в армии. Сначала она была в НКВД, лейтенант, потом в конце была уже в Министерстве обороны. Когда началась война, Марина Раскова, пользуясь как раз своим служебным положением, вышла с обращением в Ставку как Верховного командования, с предложением создать женские полки. Очень много советских женщин стремились на фронт, поэтому они сильно откликнулись на эту просьбу. Просьбу Марина Раскова поддержала и Центральный комитет комсомола. И вот в конце октября 1941 года она стала заниматься созданием авиагруппы. В эту авиагруппу входило три полка. 586-й полк – это был истребительный полк, 587-й – бомбардировочный, и 588-й – это был полк ночных бомбардировщиков. Вот эти, которые летали на самолетах по два. Вот как раз вот там, уже когда смотрел кино, я и узнал, что были эти летчики, называли их ночными ведьмами. 30, уже в конце 41-го года, когда уже были сформированы эти полки, Марина Раскова была переведена командиром вот как раз 587-го полка. Этот полк прошел всю войну. Эти летчицы этого полка воевали, ну, судя по наградам, очень хорошо. Когда в 1941 году Марина Раскова, возвращаясь из Саратова во время перелета, попал самолет в сложные метеоусловия, Марина Раскова погибла. Она была похоронена сначала в Саратове, потом взяли, тело ее перевезли в Москву, кремировали, и праг был захоронен, вернее, помещен на Красной площади в Кремлевской стене. Уже после гибели Марины Расковой этот полк был переименован, получил название 125-й гвардейский имени Марины Расковой полк. Он был награжден орденами Суворова и Кутузова. Ну, уже после войны как раз появилось много материалов о Марине Расковой. Я там нашел фотографии в интернете, перефотографировал, это и книга. Этому перелету в 1988 году, как раз было 50 лет, перелета Москва-Дальний Восток, Министерство связи выпустило специальную почтовую марку «Марины Расковой». Уже позднее один самолет Ту-134 получил название «Марины Расковой». Ну и когда в 2012 году отмечалось столетие со дня рождения Марины Расковой, Министерство связи снова выпустило марку, посвященную столетию Марины Расковой. Вот такие материалы, я говорю, мне помогли работники в библиотеке отыскать. Конечно, материал очень интересный. Наша программа, она рассказывает о героическом подвиге советского народа. И вот пример этой женщины, которая стала героем Советского Союза, это, наверное, один из самых ярких эпизодов, на что способны были люди, наши прадеды, деды, бабушки во время Великой Отечественной войны. А вот расскажите, на вашей семье как-то отразилась история Великой Отечественной? Ну, я так-то родился в Полевском в 1937 году. До 1940 года мы жили с родителями в Полевском. Потом отец переехал под Москву, нашел там дачу, вернее, не дачу, а просто в поселке Сходня, купил домик и перевез нас. И до того, как началась война, мы жили, с братом ходили в детский сад, мама работала в Крюково в поликлинике, она была врач, отец работал в Химках. И когда началась война уже, вот это уже было Подмосковье, мы вечерами могли смотреть, как небо рассвечивалось прожекторами. Это немецкие самолеты, когда пролетали, прожектористы рассвечивали небо, могли смотреть это вечерами. Однажды мы пошли с мамой, рядом речка Сходня была, так же, как и поселок, пошли на речку с ней, она пошла полоскать белье. И в это время, видимо, днем прорвался немецкий истребитель, тут навстречу ему вылетел наш истребитель, завязался в воздушный бой. Ну, конечно, это самоиспугались. Чем этот бой закончился? Не знаю, мы побежали домой. Потом переехал, отец остался со своей мамой, остался в Сходне, а мы переехали в Полевской. Когда приехали в Полевской, мама, как врач, она сразу пошла на работу, и всю войну она работала в военкомате, в врачебной комиссии. Кроме того, ей еще было поручено, она как по специальности врач-инфекционист, когда появилась у нас в городе лагерь военнопленных, она до конца их пребывания, она постоянно бывала там, и лечила, и смотрела. За эти годы она была награждена тоже медалью за победу над Германией, и медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. А отец, когда остался, он в октябре 41-го года его призвали в армию, он прослужил в радиовойсках, связистом был, дошел до Берлина. Вот вчера же тоже в интернете, я как раз, я давно разыскивал данные о нем, у него был награжден, он был награжден орденом славы, медаль за отвагу, за боевые заслуги. Вот вчера я в интернете тоже нашел эти как раз награжденные листы, где вот говорилось о пути. У меня с собой есть фотографии отца. Но после окончания войны уже отец приехал в Полевской, ну и вот так нас коснулась тоже эта Великая Отечественная война. Ну и кроме того, еще младшая сестра, моей мамы Елизавета Павловна, она служила в 43-м году, попала в части противовоздушной обороны, которую охраняли небо Москвы. Она тоже прошла до конца войны. Александр Тимофеевич, мы очень рады, что вы стали участником нашей телевикторины. Мы вручаем вам вот наш приз. Участвуйте дальше, выигрывайте призы. Спасибо. И рассказывайте современному поколению о истории нашей страны, составляйте дальше кроссворды, чтобы мы знали своих героев. Спасибо. Спасибо вам. А сейчас мы перенесемся в Москву и узнаем, как отстаивал советский народ свою столицу. Битва за Москву, которая началась в сентябре 1941 года, была одной из самых кровопролитных сражений времен Великой Отечественной войны. За три месяца войска Гитлеровской Германии успели вплотную подойти к Москве. Операция по захвату города называлась Тайфун. В октябре 1941 года город был переведен на осадное положение. Битва за Москву была в самом разгаре. Взять столицу Германия планировала к 7 ноября. Под Москвой была Великая битва. Город защищала три фронта, но численность немецких сил все равно была большей. Людей у немцев было больше на четверть, танков и артиллерии в два раза, самолетов тоже. Часть защитников Москвы на дальних подступах к ней была окружена и разбита под Вязьмой. Несколько дней смогла продержаться вторая линия обороны в районе Можайска. Положение было критическим. Руководить обороной города поручили Георгию Константиновичу Жукову. После принятия командования Жуков соединил три фронта обороны в один. Западный. С востока к осажденному городу подтягивались войска из Сибири и Дальнего Востока. До подхода подкреплений нужно было продержаться всеми силами. Для обороны столицы на фронт ушло 50 тысяч москвичей-добровольцев, которые вступали в ряды народного ополчения и Красной Армии. 7 ноября на Красной площади прошел парад советских войск. С него люди сразу уходили на фронт. Немцы тем временем были все ближе и ближе. Гитлер торопил своих генералов, призывая как можно быстрее захватить город. Стойкость русского человека, его мужество, храбрость, сила и стремление к самопожертвованию на благо Родины не позволили немцам осуществить свой коварный план. Битва под Москвой овеяна человеческим подвигом, людей совершенно разных чинов и званий. Когда германские войска подошли к Москве на расстояние 30 километров, немцам удалось прорвать сильно растянутую оборону советских войск и глубоко вклинившись в тылы окружить две советские армии под Брянском и четыре под Вязьмой. В плен тогда попали более 600 тысяч солдат. Резервов за первой линией обороны у наших войск не имелось, и противник имел реальную возможность беспрепятственно выйти к Москве. Однако, героически сражаясь в окружении, советские войска в течение нескольких недель сковывали силы 28 дивизий противника. Ценой огромных жертв было выиграно время для организации обороны Москвы. Из окружения удалось вырваться лишь малой части войск. О том, что Москва выстояла и смогла избежать серьезных разрушений, велика заслуга архитекторов, строителей и художников, создавших маскировочный щит столицы. Главная цель затруднить противнику ориентироваться в центре города и уменьшить возможность прицельного бомбоментания по Кремлю. Ставка приказа закамуфлировать наиболее заметные строения, такие как гостиница «Москва», здание «Совкомнаркома», библиотека имени Ленина и Центрального театра Красной Армии. Замаскировать излучину Москвы реки около Кремля. Многочисленные ложные объекты, созданные в июне и июле, сыграли очень важную роль, так как с воздуха воспринимались как подлинные промышленные предприятия, электростанции, автохозяйства. Так, в районе Томилина на немецких картах значилась крупная нефтебаза, которой в действительности не существовало. По понятным причинам особое внимание уделялось защите Мавзолея. Руководство партии всеми силами стремилось уберечь эту святыню коммунистической власти от попадания вражеской бомбы. Для защиты Мавзолея его надземную часть укрепили особым бетоном и балками из прочнейшей стали. Последние были взяты из хранившихся на складе готовых конструкций Дворца Советов. Для дезориентации летчиков сверху соорудили дощатый макет заурядного городского здания. В декабре 1941 года в битве наметился перелом. Русские войска перешли в наступление и при поддержке авиации несколько отодвинули немцев от города. Немцы бежали, бросая военную технику. В тыл бегущим советское правительство засылало лыжников, парашютистов и кавалеристов, которые наносили немцам большой урон. 3 января Гитлер приказал своим генералам цепляться за каждый метр с земли, держаться до последнего боеприпаса. Приказ не был выполнен. В битве под Москвой немцы потеряли 500 тысяч солдат, полторы тысячи танков, две с половиной тысячи орудий, 15 тысяч машин. Потери Красной Армии были сопоставимы. В битве под Москвой русским воинам удалось разгромить большую немецкую группировку войск, центр и заставить неприятеля отойти на несколько сот километров от Москвы. Победа под Москвой имела и психологическое значение. Был развеян миф о непобедимости немецкой боевой машины. После победы в битве под Москвой Англия, США и еще 26 стран объявили о создании антигерманской коалиции. Главные итоги московской битвы на сегодняшний день таковы. В 20 веке не было такого сражения по значимости сравнимого с битвой под Москвой и по общему числу участников. Москва стала центром гитлеровской кампании на востоке и битва за нее носила все признаки генерального сражения. Разгром фашистских войск под Москвой стал решающим событием в ходе первого года Великой Отечественной войны. Вопрос нашей телевикторины сегодня звучит так. Кто командовал обороной Москвы в период битвы за Москву в 1941 году? Жуков, Сталин, Рокоссовский. Правильный ответ вы можете оставлять в комментариях на нашем сайте ТВ5, Полевской или по телефону 3-53-20. И помните, человек звеной единой жизненной цепи и чтобы не порвалась эта цепь он должен знать свою историю, потому что без этих знаний невозможно построить будущее. С вами была Ксения Балденкова и программа «Знай наших». Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова